Спасибо. Что лучше охват, цена за клик и каким образом в связи с стоимость заказа, используя СМР, как один из основных каналов. Можно переключать. Ну, кратично обо мне, я являюсь руководителем управления диджитал-стратегии студии Ratsio. Мы являемся интегратором, входим в топ-70 по рейтингу BTCLINE и занимаемся веб-интеграцией, разработкой и с недавнего времени управлением диджитал-каналов нашим клиентам. Можно сразу через один переключать. Итак, во рамках работы с нашими клиентами мы часто сталкиваемся с тем, что многие компании используют многоканальную стратегию продвижения. То есть наверняка многие из вас, те, кто сидят, хотя бы два-три канала используют. Ну, классически, поднимите те, у кого SEO-контекст точно есть. Ну, окей, достаточное количество. Как правило, в крупных компаниях, которые завоевывают именно диджитал-сегмент, таких каналов может быть 6, 7, 8, 9. То есть одного из наших клиентов мы управляем семью каналами разных подрядчиков, разные стратегии продвижения, и все это необходимо сводить в одну общую воронку. Поговорим сегодня с вами более подробно, что такое многоканальная стратегия, какие есть плюсы, минусы, на что вы не обращаете внимания в своей повседневной работе. Поговорим об основных функциях SMM до сегодня. То есть это не просто размещать котиков, это не просто CPC-компании с криками заводить. Есть еще более расширенные цели, о которых тоже надо помнить. Поговорим, почему у многих компаний SMM не работает на продаже. Казалось бы, очевидные вещи, но часто их не звучают и не используют в работе. Поговорим про секретную продающую стратегию SMM, расскажем в своей фишке, почему мы научились это делать. Ну и в конце посмотрим слайд с аналитикой, как же считать и какие инструменты для этого использовать. Можно переключать? Спасибо. Итак, какие же плюсы многоканальной стратегии существуют на сегодняшний день? Во-первых, это возможность видеть тему с получением клиента. Потому что, например, есть у вас, например, аудитория молодые мамочки. Молодые мамочки, то есть, сидят в ВКонтакте или сидят на целевых формах. Есть у вас второй сегмент, это работающие женщины 25-35. Эти женщины, скорее всего, проживают в городах миллионов, которые будут присутствовать на Фейсбуке. Их социальная сеть ВКонтакте или этапластике совершенно неинтересна. Таким образом, используя местного канала, вы расширяете свой сегмент. Также вы можете привлечь новых пользователей, которые до сегодняшнего момента по стратегиям каналов вам не приходили. Например, вы понимаете, что, допустим, сервис выездных услуг очень будет интересен людям с ограниченными возможностями. Это тема, которая сейчас имеет колоссальную популярность, потому что выездные сервисы, да, удобны, но, как правило, дальше доставки еды и уборки, это историк не идет. Если пойти дальше и посмотреть на стандартную свою целевую аудиторию, всегда можно найти вот такой сегмент, который, как правило, присутствует очень обособленно. На каком-то ограниченном и творческом площадке догнать его просто стандартным контекстом, даже стандартным пиаром достаточно тяжело. Для этого нужно использовать несколько каналов на разные подходы. Ну и, соответственно, вы с помощью антиканальной стратегии можете совершенно точно повысить долю вашего рынка. Потому что есть действительно пересечение пользователей, но если вы грамотно сегментируете своего покупателя, четко знаете, на какие сегменты покупатель бьется, вы всегда знаете, какие интересы у покупателей, где вы можете его перегватить. И в таком случае пересечение пользователей по нескольким каналам, оно будет минимизировано. Если вы еще все это дело автоматизируете и анализируете заявки и клиентов, которые к вам приходят по разным каналам, то вы сможете точно сказать, какой процент пересечения есть и как его снизить. О чем я говорю, когда мы говорим снизить? У кого была такая история, когда... Давайте еще раз в простом. У кого из предсутствующих e-commerce, классический интернет-магазин? У кого была такая ситуация, когда он получал заказы в один день из разных каналов от одного клиента? Это классическая история с e-commerce, когда... Было, да? Классическая история с e-commerce, когда вы запустили контекст, у вас еще есть SEO, у вас еще крутится таргет в Facebook или таргетинг, допустим, на площадке ВКонтакте и много-много всего. И клиенты, они же не тепливые люди, они же не могут понять, что менеджер в колл-центре сейчас пьет кофе и не может ответить просто сейчас. Они начинают писать заявки с разных каналов. Таким образом, вы понимаете, что у вас один клиент пересекается как минимум в отбор или трех каналов. Это значит, что стоимость клиента из-за большого количества касаний сильно увеличивается. Для того, чтобы повышение доли рынка действительно работало эффективно, первый шаг, когда вы планируете свой канал, должен заключаться в грамотном сегментировании. То есть вы поняли своего клиента, кто он, разбили на сегменты, а дальше ищите каналы, в которых присутствует максимальное количество данного сегмента. Николай, Нескин, спасибо. Какие же минусы многоканальной стратегии вы можете встретить в работе, на что вам стоит обратить внимание? Ну, во-первых, это увеличение маркетингового бюджета. Сразу скажу, что история, когда давайте мы пропустируем на 10-ти тысячи, мы поймем эффективность, она не работает. По опыту с нашими клиентами, по опыту запуска большого количества разных каналов и программатики, разного контекста и разных медики, могу точно сказать, что если у вас немаленький магазин с объемом 10 заказов в день, бюджет от 50 тысяч должен стартовать. То есть на тест одного канала, чтобы оценить, понять и сказать, да, мое или не мое, в среднем уходит 50 тысяч рублей. Это полноценно, там, на месяц, на полтора, когда можно уже делать дальнейшие выводы. Во-вторых, к минусам относится рост трубезатрат на связи с разной аналитикой. То есть мы, когда считаем разделение по каналам и заявкам, мы в рамках каждого канала бьем наши заявки на брендовые, не брендовые, по типам продуктов и так далее, и так далее. Вот вы представьте, несколько разделений по типам ключейков, да, по семантике, большое разделение по каналу. Также мы смотрим стоимость заявки, во-первых, по последнему клику. Все это сегодня в единую аналитику, все это визуализируем. Это работа, которая занимает в ручном режиме достаточно большое количество времени. Поскольку есть косяки с мерками у подрядчиков, есть косяки с ручной проверкой, автоматизировать это 100% точно не получается. Поэтому так или иначе, рост трубезатрат растет, и аналитики ждать, естественно, появляются. Вытекающий из этого вывод – это размытые данные по эффективности каждого канала. Вам для себя необходимо точно ответить. Если у меня Инстаграм приносит в месяц две заявки, это эффективный канал или нет? Ну вот если вы видите, что конверсия Инстаграма – это 0,11%, что вы скажете про этот канал? Первого вообще нет. Нет, если это квартиры, да, совершенно согласна. Если это что-то, там с средним чеком до 5 тысяч рублей. Любой товар вообще просто не важно. Ну, то есть если вы тратишь в месяц 50 тысяч рублей, но получаешь две заявки – средний чек 5 тысяч рублей, конверсия канала 0,11%, мы будем оставлять этот канал? Давайте проголосуем, кто бы канал оставил для работы? Больше надо, что-то, спасибо. Надо, 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 надо смотреть. Ну, мы уже научились, что ли, да, анализировать. На самом деле вот именно этот момент и этот точку, когда никто в случае на совершенно право нельзя понимать решение. Почему? Потому что если считать по классической модели, когда заявка считается по последнему клику, и вы не учитываете все остальные факторы, все остальные каналы коммуникации, вы можете отключить канал, который работает у вас как первый клик. То есть клиент с вами познакомился, дальше повернулся по брендовому запросу из контекста или по прямому входу на сайт, да, по ООО и так далее и так далее. Это именно тот момент, когда вам необходимо провести более детальную глубокую аналитику, о которой мы сейчас поговорим немножко позже. Вот обычно так выглядит стандартная выгрузка, отчет электронной торговли, конверсии для проекта с моноканальным маркетингом. То есть здесь можно увидеть дилерты, воркса, инстаграм, висбук, органика и так далее, и так далее, и так далее. Это маленькое количество каналов, как правило, сюда примешиваются, мединики сюда примешиваются, программатики сюда примешиваются, еще какие-то инструменты, и в итоге у вас получается вот такая полотнянка, и единственные критерии, на которые часто смотрят большинство маркетологов, это транзакции. То есть вот те две несчастные продажи в инстаграме, о которых мы сейчас с вами говорили. То есть действительно ли инстаграм сейчас эффективен, или мы туда вкладываем деньги, и его нужно отключать. Давайте разбираться. Какие основные форты СММ, которые используют большинство рекламодательных слоев? Ну, во-первых, это списание сайтов. То есть очень просто запустить рекламную кампанию на клике, получать заявки, регистрацию, продавать товары. Это самый простой, нативный и максимально часто встречаемый формат рекламного слоев. Самый эффективный формат постов, о котором говорят Facebook и Contact на сегодня, это посты в ленте, которые имеют самые высокие уровни доверия у пользователей, которые видят ваш рекламный пост, и которые имеют самую высокую конверсию в переходы и в заявки. То есть если что-то и работает, то работают только платные посты в ленте. Именно поэтому большинство рекламодателей для кликов и для целевых действий на сайте используют именно этот формат. Также вы можете рекламировать конкретные товары. То есть если у вас есть товар с локомотивом, который позволяет за счет увеличения стоимости привлечения продавать дополнительные товары, или позволяет на этот товар привлечь клиента, который станет для вас постоянным, вы можете спокойно использовать Facebook, опять-таки, с той же самой функцией, для продажи конкретных товаров. Кроме этого, вы можете увеличить количество целевых подписчиков в группе Facebook или Instagram. Давайте немножечко с вами отвлечемся и поговорим о целях создания групп, да, вот именно по этой функции. Давайте такой небольшой тест еще один. Кто из присутствующих вкладывает деньги в увеличение целевых подписчиков в социальную группу? То есть кто непосредственно запускает рекламные кампании на целевых подписчиков? Здесь даже больше, чем интернет-магазины. Это здорово. То есть мы все прекрасно понимаем, что сейчас из-за огромного изобилия, если это не товар первой необходимости, то, скорее всего, человек в этапе поиска товара или окончательного принятия решения смотрит много разных вариантов. Учитывая, что мы в диджитале, и такие просмотры вариантов доступны с помощью одного клика, скорее всего, пользователь может и не остановиться, если ему не понравилось в изобилии сайта, оформление, консильный неудобный, так далее, так далее, дальше по списку. Умные компании используют следующий ход. Тяжело клиенту продать с первого раза, но гораздо проще продать клиенту, если он уже знаком с вашим продуктом. Это отложенный роми. Роми – это коэффициент эффективности маркетинговых затрат без привлечения традиционных, то есть только по маркетингу говорю. Если вы понимаете, что у вас, допустим, подписался подписчик, и дальше он покупать начинает через 2 месяца. Вы анализируете эту историю на протяжении 3-4 месяцев и составляете для себя план возврата инвестиций в этот канал. То есть подписчик подписался, вы начинаете управлять только через 2 месяца. Как ускорить историю с продажей и эти 2 месяца сократить до 1? А вот здесь уже вступает в игру история с контентом. То есть все завязывается на то, насколько грамотно вы человека потепляете. Понятие утепления или лояльность она с прошлого года является такой путеводной звездой для многих компаний, для многих сервисов, которые рассказывают о своих возможностях, надежных комплиментах. Сейчас сервисы начинают работать не на то, чтобы привлекать к новому клиенту, но на то, чтобы потеплять и возвращать клиента, который вас уже видел. То есть если клиент уже один раз столкнулся с вами и из всех компаний, которые продают в холодильнике, запомнил вас о вашей фотографии в социальной сети в холодильнике.ру, то, скорее всего, с большей вероятностью при необходимости покупки данного товара он будет возвращаться именно к вам. Кроме этого Facebook помогает нам увеличивать посещаемость мероприятия. Вот, например, организаторы SEO-конференса использовали в Facebook в ленте платные посты на продажу своих билетов. То есть вы можете пригласить друзей на свое мероприятие, на платные либо бесплатные конференции. Также вы можете использовать этот инструмент нестандартный. Вот не видела еще кейсов на российском рынке. Видела такие кейсы на американском рынке, когда женские магазины приглашают женщин, своих подписчиц на свои закрытые распродажи. То есть для девушек это ключевое слово. Три слова, которые хочет услышать девушка. Это на распродаже. Вот магазины действуют именно по этой механике. То есть не просто подписывают девушек на какую-то группу, утепляют их лайфстайл-фотографии. Они приглашают их на закрытые распродажи только для тех, кто подписался. Это очень круто работает, потому что стоимость продвижения мероприятия ниже, чем стоимость получения ценевой покупки. Если напрямую начать продавать девушек. Таким образом, вы соответственно увеличиваете эффективность этого канала, используя дополнительные механики. Какие основные функции, исходя из всего этого, можно на сегодня перечислить? Во-первых, увеличение узнаваемости бренда. Какой бы забитый, какой бы казалось бы неэффективной фразой и не было этого словосочетания, но на сегодня увеличение узнаваемости бренда помогает вам воспитать вашу аудиторию. Это как история с дорогим магазинов женской одежды. Девочки не могут себе сразу, допустим, позволить купить какую-то вещь. Но если ей на протяжении нескольких месяцев показывать эту вещь, показывать тематические фотографии красивой жизни с этой вещью, которую она получит, если она ее купит, утепляет ее, тихо, 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 она накопит на эту вещь, придет и купит. То же самое происходит и с любыми другими продуктами. Поэтому увеличение узнаваемости бренда должно стоять на первом месте, если вы пока не сформировали пул своих потенциальных или утепленных клиентов. Увеличение доли рынка относительно конкурентов. Та же самая история. То есть вы пока можете не получать сразу отдачи от канала, допустим, того же самого Фейсбука, в целевых продажах, но вы видите увеличение количества подписчиков. Это люди, которые уже касаются с вашим брендом. У вас подписчиков 28 тысяч, они видят, встречают посты с вашим брендом ежедневно, а у ваших конкурентов таких подписчиков 2 тысячи. И поэтому, скорее всего, о вашей компании вспомнят большее количество людей. Формирование лояльной аудитории. Вот эта история достаточно сложная, потому что наверняка все помнят историю с Авиасейлс, которая разместила пост при разводе Анжелины Джоли и Брэда Бидера. Наверняка слышали очень много шумихи, кто не слышал, по гублению истории, когда Авиасейлс, ну, они, в принципе, используют в СМС штативный маркетинг. То есть происходит какое-то громкое мировое событие, они адаптируют свою посадочную страницу, вот это событие отправляют в соответствующем дизайне, таким образом превышают интерес, получают вирусные петли. Вот Авиасейлс идет по пути такого нестандартного увеличения лояльности. То есть они какие-то компрометирующие материалы пишут, они очень достаточно вольно общаются со своими подписчиками, но это вызывает интерес. А можно пойти по другой истории, как делают очень большое количество маркетинговых агентств, не знаю, кто-то слышал, здесь был представитель Ингейта, вот они как раз используют эту механику. Они дают полезный пользователю контент совершенно бесплатно. Как привлечь клиента к основному продукту, чтобы он сразу не заплатил и не испугался? Дайте ему бесплатно попробовать что-то, показать, что вы можете ему быть полезным, сформировать у этого клиента относительно вас лояльность, чтобы этот клиент в случае необходимости соответственно пришел именно к вам. Ну и соответственно увеличение брендового прямого трафика на сайт. Четвертый пункт очень неочевиден, и многие при анализе эффективности этого канала совершенно точно забывают, что если человеку на протяжении двух месяцев говорить о том, что в студии рацию производства автоматизации бизнеса, и два месяца человеку откликает в ленте, полезный контент, развлекательный контент и так далее, и так далее, то когда у него возникнет потребность, он скорее всего не будет вас искать на Фейсбуке, потому что он уже запомнил вас. Он скорее всего введет либо брендовый запрос, либо напрямую зайдет к вам на сайт. Таким образом, всегда коррекционно увеличиваются показатели брендового и прямого трафика на сайт. Это является именно эффективной работой по увеличению узнаваемости бренда. Поэтому, собирая все эти механики, мы дальше приступаем к анализу. Николай. Ну, здесь такие пару картиночек. Для тех, кто не знает, у нас в России заблокировали сайт для взрослых. ISL сделал прекрасную корпус с очень смешными картинками. Тоже прикольный кейс сохранился где-то в памяти угла. Почему у многих компаний СММ не работает? Вот я могу совершенно точно сказать, что даже у крупных брендов с отдельного специалиста, который бы отвечал за оригинальный контент, скорее всего, нет. Часто СММ отдают ин-хаус. Почему это неверно? Почему от этого пути нужно уходить? Вот история с ситуативным маркетингом и сознанием вашего клиента может быть только изнутри компании. Это те люди, которые погружены в нюансы вашего продукта, которые могут шутить на тему вашего продукта, которые могут аудитории рассказывать какие-то интересные вещи. То есть основные причины, почему контент на сегодня в большей части групп набирается в максимуме каталога 5 тысяч подписчиков и дальше не растет, в том, что это неинтересный контент, некачественный контент или контент без общей стратегии. И все это, естественно, упирается в то, что вы показываете своему пользователю. Николай. Инвестирование в контент это коммерчески успешный СМС. На самом деле про контентную стратегию говорили достаточно давно и говорили еще в рамках SEO-продвижения ваших сайтов. То есть наверняка все помнят, что на многих конференциях специалисты по digital markets вы говорили, ребята, начинайте вкладывать в контент контент с отложенным возвратом инвестиций, но пользователи будут приходить в большем объеме, они будут более утепленные, и они будут скорее совершать покупки или заказывать услуги у вашей компании. Совершенно верно могу сказать, что инвестирование в контент это история, которая начнет окупаться быстрее, чем в SEO, потому что количество подписчиков и рост узнаваемости за счет вирусного эффекта в социальных сетях гораздо быстрее происходит, неже в поисковой системе или на сторонних пиар-площадках. История с вирусным контентом это ролики с милыми котятами, которые собирают по 42 миллионов просмотров. Естественно, люди, кроме ролика, видят сам аккаунт, от которого был опубликован ролик, они интересуются, что же там еще, и подписываются для получения дополнительного контента. Кроме котиков, мы можем пойти по другому пути и дать полезный контент относительно вашего продукта. То есть, так или иначе, около вашего продукта всегда есть какая-то информация, которая заинтересует людей, готовых его приобрести. Будь то холодильники, будь то косметика, будь то продукты, будь то услуги, будь то что угодно. Ну, нам в диджитале, конечно, полезно. Мы можем написать статью, на тему, о которой сегодня рассказывали, и опубликовав ее, допустим, на SEO-гус, уже получить там потенциально целевой тракт из заинтересованных. Как быть компанией, у которой продают нестандартные продукты? Компания, не помню, Малитати, по-моему, делала очень хорошую вирусную компанию, когда они просили блогеров известных тестировать их продукты. То есть, когда блогер рассказывал, как мне попользоваться мультиварной, как мне попользоваться фермой, это было весело, это было недлинно, это было ненапряжно, и это имело широкий вирусный эффект. Сейчас, допустим, в Инстаграме гуляет другой вирус, это компания Глот, косметика женская, с одним из известных блогеров, девочка-актриса Ольга Митинович, она записала сначала какой-то там ролик, достаточно интересный, потом обиделась, что компания Глот сделала репост, не упомянув ее, дальше ее пригласили на производство этой косметики, все звезды начали репостить всю эту историю. Узнаваемость брендом Глот сегодня увеличилась в 4,2 раза за счет только истории с брендовыми упоминаниями в Инстаграм. Вот тут то же самое вам, соответственно, нужно продумать в плане стратегии для своего продукта. Мы не работаем с точки зрения СММ быстро, то есть мы должны понять, что прежде чем клиент кухнет, он должен к нам утеплиться, он должен получить порцию контента, который ему будет визуально приятен, это может быть что-то там смешное и так далее, либо будет ему полезен. Поэтому работа на долгосрочную перспективу это умная стратегия первичного напора подписчиков. И уже после этого вторым этапом в группе продажа целевым подписчикам своего продукта. Ну, опять-таки, инвестирование в контент. На котиках далеко не уедешь, но иногда котики – это хороший способ, чтобы с утра, допустим, сплыхнуть свою ленту или собрать большое количество просмотров. Все зависит от качества контента. Использование всех возможностей для привлечения покупателей. То есть, как я уже сказала, в России у нас еще не додумались магазины приглашать на события распродажных девушек. В Америке это уже достаточно широко и часто используется. Соответственно, этот же опыт мы можем принять и для себя. Собственный интересный и полезный контент. Хочу подчеркнуть – собственный. В Инстаграме есть огромное количество групп для девочек, лайфстайл-истории, где там какие-то тематические фобби и так далее, и так далее. Вот если их посерчить, 4-5 групп просто найти, то контент будет пересекаться на 90%. Что это за собой влечет? Пользователь начинает терять вам интерес. Учитывая, что у нас сейчас умная лента в контакте, в фейсбуке, потерянный вес означает сокращение количества лайков, сокращение органической выдачи вашего поста, сокращение касания с вашим потенциальным пользователем. То есть, сам контент напрямую зависит на то, зависит... Сам контент напрямую может помочь вам либо сильно увеличить ваш охват, либо этот охват сильно снизит. Снижение охвата, соответственно, говорит о том, что у вас будет повышенная стоимость привлечения одного клиента в подписчики или в переходы на сайт. Для маркетинга это неэффективно. Ну и, соответственно, точечные и формовые продажи с помощью лента соцсетей. То есть, да, конечно, вы можете продавать просто по стратегии CPC, да, в ленте, когда реформируете свой товар. Но это история более длинная, это история более сложная. Гораздо проще, гораздо быстрее и эффективнее при вливании изначально минимального бюджета на подписчиков сначала этих людей подписать на свою группу, потом этим людям в своей группе показывать в ленте какие-то посты с целевыми продуктами. После этого догнать еще ретаргетинг, например, динамическим, а в итоге получить клиента с стоимостью меньше, чем он в три раза переведет оставить заявку к вам по контексту. Да, грустный царь, говорит о том, что на гости вы далеко не едете. Отлично, спасибо. Итак, как мы считаем аналитику и к чему мы в итоге должны прийти? Ну, это просто стандартная выгрузка Яндекса, угла, точнее, Google Analytics электронной торговли по проценту конверсии по каждому товару. То есть мы для себя зафиксировали, сколько канал напрямую нам приносит к прямых целевых продаж и поняли, сколько стоит напрямую один клиент. Дальше. Дальше мы анализируем такой полезный инструмент, как колл-трекинг. Многие не ставят, многие этим инструментом пренебрегают, но до сих пор учитывая еще и глубокое проникновение интернета в регионы, многие по привычке продолжают звонить. То есть людям проще позвонить, нежели воркнуть заявку через корзину. То есть непонятно, что там будет, что делать, как потом найти товар, куда звонить, спрашивать какие-то вопросы и так далее, и так далее. Звонки обязательно нужно трекать. Звонки обязательно нужно трекать и разделять на целевые и нецелевые, для того, чтобы точно понимать количество заявок и количество эффективных звонков и улучшенных заказов, которые вы получили в месяц из этого канала. Дальше мы считаем увеличение количества прямых заходов и брендовых заходов по брендовым запросам. То есть то, о чем мы с вами говорили. У вас увеличивается трафик прямой на сайт, за счет повышения узнаваемости бренда у вас повышается количество брендовых переходов по вашим брендовым запросам. Тоже очень легко считается и зналительство не очень меняется. Дальше. Дальше вы считаете в многоканальной последовательности в каком количестве транзакций как первый клик участвует в наш канал, который вы анализируете. Если вы понимаете, что для 30% продаж канал Инстаграм, который приносит две продажи, является первым кликом, соответственно, мы понимаем, что это канал-драйвер, который напрямую приводит вам пользователей и помогает в первый раз коснуться с вашим брендом. И сводя все эти данные в единую таблицу, вы понимаете, что у меня две продажи, пять целевых звонков, пять заказов, но 30 продаж по первому клику были сделаны из Инстаграма. А дальше уже мы этого клиента где-то догнали. И, соответственно, первоначальный кейс, что 50 в месяц влезет два заказа по 5000, он становится немного другим, разворнутым. То есть в этом случае мы, конечно же, понимаем, что Инстаграм для нас эффективен. Инстаграм для нас приводит уже лояльно готовых клиентов, и эти клиенты совершают любые покупки. Мы можем посчитать, сколько денег на двумястых каналов в месяц без затраток, допустим, 50 тысяч. Вот, используя такие очень простые методики аналитики, спасибо, используя такие простые методики аналитики, вы можете приложить в принципе каждый канал. Единственное, нужно всегда точно понимать, что ваши пользователи приходят к вам с разной степенью утепленности и готовности. То есть вам всегда нужно обязательно делить холодный трафик, теплый трафик, который приходит по брендовым запросам, и, например, трафик, который теплый к вашим продуктам, то есть он приходит по товарным, брендовым запросам. У всех этих трех типов трафика будут разные показатели в рамках каждого канала, и это нужно обязательно вычленять руками. ЮТЛ-метки, соответственно, на всем помощь. Итак, мы анализируем строгость примечения клиента из канала СММ по первому клику, то есть сколько нам стоит, сколько мы получаем заказов и сколько этот заказ по первому клику нам обходится. Стоимость примечения клиента из канала Органика СММ по первому клику. Органика – это значит, клиент не по вашему рекламному посту перешел, а клиент перешел к вам в группу, а из группы перешел к вам на сайт. Вот этот показатель обязательно тоже нужно считать. Читаем долю увеличения трафика по брендовым запросам, долю увеличения трафика по прямым вхождением и считаем количество целевых звонков. Вот это все, что вам нужно знать для того, чтобы оценить эффективность канала, и по итогам месяца, когда пришел маркетолог или СММ еще, говорит, дайте нам еще 50 тысяч, сказать, окей, на тебе еще 70, или нет, прости, милая, давай, до свидания. Простые цифры, которые складываются вот в такой очень широкое видение, и в принципе, если вы заведете для себя допустимую аналитику для всех каналов, для по каждому типу трафика, все становится проще, и сократно маркетинг как-то становится сразу меньше. И вот так вот платно мы переходим еще раз, чтобы вы зафиксировали, да, какие мы параметры считаем, кто не успел за мной на предыдущем слайде, что мы с вами считаем и по каким каналам, можно еще раз зафиксировать. И мы переходим к последнему слайду. Если есть какие-то вопросы, да, пишите в фейсбуке Ксении Хизова, либо Кочи Кочты, пожалуйста, будем всегда рады. Я думаю, мне не нужно говорить, что нужно делать. Буквально один вопрос, да, я режу вашу руку. У нас нет времени, а телесно-режный уже, прямо, я не знаю, весь лиц изнервничался. Когда же ему придет время выступать? Добрый день, Екатерина. Скажите, пожалуйста, а есть ли смысл растить группы, если структура потребления товара разовая, цикл один-два раза в жизни у человека? Это очень интересный вопрос, и когда мы продуктово разбирали примерно такой же вопрос с контекстом, мы начинали это с вопроса продукта, то есть можно ли что-то еще продавать. Если можно еще что-то продавать, сервис, док-продажи, либо смежные продукты, да, однозначно можно есть. Если нет, то для первичной продажи нужно попробовать. Что дешевле, подписать подписчика и дальше из группы продать, либо завести контекст и оттуда получить клиента. Просто сравните эти показатели по стоимости привлечений, потому что здесь уже социальный капитал группы, он будет нулевым для вас, по сути, не имеющим смысла не обвести. Так, коллеги, если есть какие-то вопросы, я где-нибудь здесь буду пить кофе, обращайтесь, всем спасибо за внимание.